Всем привет, вы на канале беременности и роды. Не забудьте подписаться и поставить лайк. Некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают будущие мамы. На что будут похожи роды? Будет ли это самая страшная боль, которую я когда-либо испытывала? И я действительно могу это сделать? Да, вы можете это сделать, но невозможно точно предсказать, какими будут роды у вас. Мало того, что все роды разные, но и каждый по-своему переживает и справляется с болью. Некоторые женщины говорят, что это самое трудное, что они когда-либо делали. А другие говорят, что на удивление все было не так уж и плохо. Конечно, независимо от того, как протекают роды, встреча с малышом в конце делает все путешествие счастливым хэппи-эндом. За несколько недель до родов ваше тело замедляет выработку гормона прогестерона, одновременно увеличивая выработку других гормонов, включая простагландины, смягчающие шейку матки, и окситоцин, который заставляет мышцы матки сокращаться. Настоящие схватки ритмичны и болезненны и становятся все сильнее. Когда длинные вертикальные мышечные ленты матки сжимаются, они тянут шейку матки. Сильные мышцы в верхней части матки толкают и расслабляются, направляя ребенка к шейке матки. Слизистая пробка, скопление утолщенной цервикальной слизи, которая закрывает шейку матки на 9 месяцев, может выделяться за несколько дней до родов или во время родов. Когда амниотический мешок разрывается, у вас отошла вода. Это может ощущаться как струйка или прилив жидкости. Ваша шейка матки начнет открываться и стончаться, что называется расширением и стиранием. Как только вы достигнете примерно 4 см, ваше тело перейдет в активную рабочую среду. В активных родах схватки становятся сильнее и ближе друг к другу. На 8 см вы входите в то, что многие считают самой болезненной частью родов – переходный период. На 10 см вы полностью расширились и можете почувствовать желание толкнуть. Это ваш сигнал о том, что начался второй период родов. Ваш ребенок будет опускаться с каждым сокращением. Три отдельные мягкие кости его головы временно перекрываются, чтобы он мог пройти через плотный родовой канал. Вы увидите кожу головы вашего ребенка, когда видна самая широкая часть его головы. Еще несколько толчков, и вы увидите лицо, плечи и тело вашего ребенка. На третьем и последнем периоде родов плацента отделяется и выходит. С первым вздохом вашего ребенка невероятное путешествие к рождению завершено. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова